У меня осталось 2 сантиметра поставить соединительную муфту, и я так и не могу дождаться, когда они это сделают. В долевое строительство газовой сети Марина Минеева вложилась в 2006 году. Но голубого топлива в ее доме нет до сих пор. К подключению практически все готово, но есть одна проблема. Владимир Швецов, который был организатором монтажных работ, объявил себя собственником части коммуникации. Хотя женщина уже передала ему серьезную сумму. Я не даю соглашения на то, что собственником Швецов является. Сколько вы заплатили? 75 тысяч и 50 тысяч заплатила Уралгазсервису за проведение внутренних домовых работ. Жильцы 17 домов урегулировали этот вопрос и газом провели. А 8 не идут на условия, выставляемые Швецовым. Сообща, они решили обратиться в Уфас. Он признал действия Уралгазсервиса неправомерными. То есть вот это требование дополнительно к тому, чтобы люди ходили и согласовывали с частным физическим лицом право свое на подключение. Швецов, в свою очередь, с этим не согласился и в суде намерен оспорить решение антимонопольщиков. Прокомментировать ситуацию нам он отказался. Я буду консультироваться с юристами по этому поводу, что они скажут. По данным газеты «Аргументы недели», за последние 8 лет в России газифицировано 2700 населенных пунктов. Звучит впечатляюще, если не знать, что это меньше 2% поселений от общего числа нуждающихся в газификации. Журналисты издания подсчитали, что такими темпами стопроцентная газификация страны растянется на ближайшие 211 лет. А учитывая всевозможные препоны, возникающие по ходу процесса, времени уйдет и того больше. Мы будем следить за этим интересным процессом. Следующее слушание назначено на 2 февраля. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.